Для приготовления гипоаллергенных полезных блинчиков нам понадобится в первую очередь посуда, овсяное молоко, овсяная мука, сахар, щепотка соли и перепелиные яйца. Перепелиные яйца тоже отличаются по размеру, побольше и поменьше. Получилось у меня 10 перепелиных яиц, столовая ложка сахара, щепотка соли, я ванилин добавила. Смотрите, по желанию, по вкусу, по своим аллергическим реакциям, если вдруг у кого есть. И сейчас я буду взбивать это все венчиком. И далее вливаю овсяное молоко. Так, сначала одну крошку. И вторую. Как реально это все готовится. Все мимо, 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 мимо. С крошками и с каплями. И теперь добавляю овсяную муку уже на глаз. Буду сейчас добавлять, чтобы обычной консистенции для блинов тонких. Тесто было. Я всегда тесто для блинов с венчиком сразу мешаю. И тогда никаких комочков не будет. Так, вот такое тесто сейчас уже получается. Упустила важный момент, что добавляем пару столовых ложек растительного масла в тесто. Тогда она легче будет от сковородки отставать блинчики. Не будет так тяжело подходить. И теперь важный момент. Так, еще добавлю чуть-чуть. Так. Последует. Никаких комочков, вообще ничего без проблем. Вот так вот мешаешь, мешаешь. Очень идеально. Сразу консистенция такая однородная. И теперь важный момент. Берем чайник. Видите, этот он вскипел. И сюда в тесто вливаем. Чуточек так, горячее. И сразу мешаем, 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 мешаем. И немножко как бы заварили тесто мы тем самым. У меня здесь маленький помощник. Он помогает мне. И осталось теперь разогреть духовку. Ой, духовку. Сковородку. Разогреваем сковородочку. И начинаем печь блинчик. И опять капельки, капельки, капельки. Все тут вытираем. Чисто, сразу, попутно. Так, разогрела я эту сковородочку. Тесто замесила. Сейчас попробуем блинчик спечь. Так, рассмотрим. Первый блин пока растекся ровненько. Вот, сейчас буду еще потом переворачивать. Но вроде бы комом не пошел. Вот у меня уже второй выпекается. Это вот первый блинчик. С одной стороны он такой получается. Он немножечко может как бы-то суховатым таким быть. Так что имейте в виду. Если что, то разбавить тогда пшеничной мукой. Либо рисовой. Рисовая вообще дает воздушность. Ну что, снимаем пробу. Ммм, какой вкусный. Реально вкусный блин. Замечательный блинчик. Он просто полностью весь овсяный. С овсяного молока. С овсяной муки. Только что яйца перепелины. Немножко он суховат. Не знаю, с чем связано. Надо чуть потолще делать, чтобы он не разорвался. Смотрите, этот блин решила сделать потоньше. И он, конечно, подразорвался. Так что учтите. Чуть потолще делать тогда. Потому что тут полностью вся овсяная мука. Лучше разбавлять ее, добавлять овсяную, допустим, муку. Но если, допустим, аллергия на глютен есть, да, то есть на пшеничную, тогда рисовую рекомендую. Рисовая вообще воздушная. Но у меня нет. У меня вот из такого только овсяная мука оказалась. Сюда же неплохо.